Автомобиль это не роскошь, а средство передвижения. Минпромторг возобновил программы льготного кредитования, первый автомобиль и семейный автомобиль. Так, граждане, которые покупают авто впервые, могут рассчитывать на 10% скидку по кредиту. На аналогичных условиях приобрести машину могут семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Условия, первый взнос от 10%, документы по двум документам без подтверждения дохода и занятости, срок от одного до семи лет. Автомобиль находится в залоге у банка. И ставка распространяется на все программы кредитные, которые есть в банке по данному направлению. Получить субсидию можно не только на отечественные, но и на зарубежные модели российской сборки. Госпрограмма распространяется только на новые авто из салона. Получить скидку на поддержанное не получится. Кроме того, есть ограничения по цене транспортного средства не дороже полутора миллионов рублей. Полный перечень банков, участвующих в госпрограмме, можно найти на сайте Минпромторга. Программа уже заработала, и они разнообразили линейку транспортных средств. Потому что раньше была ограниченная категория, только практически на отечественные транспортные средства. Сейчас все те транспортные средства, которые производятся на территории Российской Федерации, это и Шкода, и Фольксваген, и иные другие марки и модели, они подходят под эту программу. Я считаю, что необходимо ей пользоваться. И, пожалуйста, конечно, вы можете обратиться в любой банк партнера, а государство вас поддержит. На 2019 год в федеральном бюджете на госпрограммы заложено более 3 миллиардов рублей. Но, как показал опыт прошлых лет, этих денег хватило лишь на несколько месяцев льготного кредитования. Поэтому затягивать с покупкой и оформлением документов не стоит. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.